Процедура финансового оздоровления концерна «Тракторные заводы» начата. Ситуацию держит под контролем правительство страны и республики. Сегодня Чувашию посетил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов. Он побывал на предприятиях концерна «Тракторные заводы». Сегодня же трудовым коллективом представили нового руководителя промтрактора Чебоксарского агрегатного завода. Сразу после этого гости встретились с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Процедура финансового оздоровления концерна «Тракторные заводы» уже началась. Задача, которая стоит сейчас перед региональными властями и их партнерами, заключается в том, чтобы концерн получил дополнительные заказы и постепенно начал безубыточную деятельность. Главе Чувашии Сергей Абрамов рассказал о последних решениях Государственной корпорации «Ростех». Мы сегодняшний день приняли ряд управленческих решений на ключевое предприятие. Мы создали управляющую компанию, задачу которой координировать работу. Который младший завод, управляющий компанией, задачу которой будет сейчас сбалансировать в текущей ситуации с учетом выхода на конкурсное производство всей группы. Сбалансировать финансирование потребностей, сбалансировать производство мощности. В ближайшее время мы повторно соберем вместе кооперацию. Уже предметно будем говорить о заказе на 18-й год. Мы приблизительно понимаем, что у нас уже в январе. Это все, как это сейчас включается. Но в работу на следующей неделе мы уже определим приблизительные объемы финансирования оборотного капитала, которые позволят нам выйти на безубыточный уровень на данном предприятии. Достойный завод и такой, конечно, проект в учете, это очень большая, на самом деле. И, в общем-то, серьезное доверие, я думаю, что общими усилиями мы справимся. Потенциал хороший. Сейчас Ростех проводит экспертизу текущего состояния, разрабатывает меры и предложения по оптимизации производства, увеличению объемов. И в первую очередь уделяется внимание своевременной выплате заработной платы и оплате расходов за теплоэнергию.